Как пользоваться Google Trends при развитии канала и продвижении видео на Ютубе? Привет! С вами на связи Юлия Измайлова, практик по продвижению онлайн и офлайн бизнеса через YouTube, основатель агентства видеомаркетинга YouTubes. В этом ролике мы с вами поговорим об одном очень классном интересном сервисе, это Google Trends. Для этого заходим в trends google.ru, разберем как Google Trends могут помочь вам в развитии канала и в продвижении видео на Ютубе. Но прежде чем мы начнем, напишите мне пожалуйста в комментариях, было ли у вас такое, что вы задавались вопросом, на какие темы снимать видео, что сейчас в тренде, что популярно на Ютубе и так далее. Если было, обязательно об этом напишите. А также подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные выпуски о продвижении бизнеса на Ютубе, о видеомаркетинге. Ну а мы идем дальше. Итак, что же у нас здесь есть? Здесь мы видим последние истории статистика, год в поиске, да, то есть разные тематики, актуальные и так далее. Но я все-таки предпочту начать с обзора Google Trends с вкладки анализ. Что мы можем здесь анализировать? Абсолютно разные темы. Предположим, вы хотите заниматься или вести канал по йоге, да, давайте посмотрим, например, йога. Итак, вот мы видим по всему миру поисковый запрос, ну, в принципе, стабильно. Здесь мы можем выбрать, например, только Россию. Россию. Ну, тоже достаточно стабильно. Можем посмотреть, например, выбрать диапазон дат последние пять лет, что было в тематике йоги. Ну, в принципе, тоже достаточно стабильно. То есть, соответственно, стоит развивать канал по этой теме. Давайте возьмем, например, недавно был фильм Малефисента и посмотрим, что нам скажет по этому поисковому запросу Google Trends. Итак, смотрите, очень интересная, кстати, динамика популярности. То, что вот недавно совсем у нас был тренд по этому фильму. Открою вам один секрет. Мы даже использовали на одном из каналов онлайн-школы, которым мы занимаемся, мы записали видеоролик под этот тренд, где был разбор, так скажем, фильма, почему там у нее такие отношения с дочкой, ну и так далее. Да, то есть прямо под тренд. Вот здесь, это какая дата была? 20-26 октября. Прям был пик, да. Ну, здесь мы можем с вами выбрать категории, если мы возьмем ту же Малефисент, то это, наверное, искусство и развлечение больше относится. Ну, в принципе, график практически не поменялся. И еще также здесь нас интересует поиск в Ютубе. То есть, в принципе, да, видите, поиск в Ютубе тоже в период вот с 20-го, по-моему, получается, по 26 октября 2019 года был пик по поисковому запросу Малефисента, и можно было в этот тренд попасть, записав ролик на данную тематику. Здесь мы можем посмотреть также по каким регионам больше была популярность. Вот мы видим Еврейская автономная область, Камчатский край. Здесь мы видим еще по теме, да, то есть какие трендовые фильмы, да, вот видите, сверхпопулярность, например, «Холодное сердце». Похожие запросы, то есть те, которые в тренде, это фильм Малефисента 2, мультик и так далее. Можем здесь поменять, выбрать лидеры, да, то есть тогда мы видим другой обзор. Ну, давайте, предположим, сменим этот запрос на какой-нибудь, ну, например, так как моими клиентами в основном являются онлайн-школы, посмотрим, что происходит в тематике онлайн-школы. Ну, мы видим, что особо никаких таких вот прям изменений. Вот 16-й год был достаточно популярный. Так, это возьмем категорию «Бизнес», да, посмотрим, «Бизнес и промышленность». Видите, здесь уже поменялись пики. Пик был вот по онлайн-школам в 2017 году, январь, конец января, начало февраля в 2017 году. Дальше, 18-й год, ну, так, и вот сейчас у нас очередной пик, давайте посмотрим дату. Это с 29 сентября по 5 октября по данному запросу прям идет пик по поиску на YouTube. Это вот мы смотрим сейчас с вами в России за последние 5 лет. Можем посмотреть за 12 месяцев, что нам скажет, да, статистика, да, ну, то есть вот видите. И исходя из того, какие поисковые запросы вы сюда вводите, вы будете видеть, что более популярно. Ну, давайте, например, для сравнения возьмем каких-нибудь личностей. Например, Дудь и журналист пусть будет, и, например, Собчак. Да, посмотрим, кто из них более популярен. Ксения Собчак. Видите, практически одинаковые, но все-таки Дудь немножечко лидирует. Хотя вот когда у нас, получается, Ксения, по-моему, баллотировалась, да, в политике, когда это было. Сейчас мы посмотрим дату с 15 по, нет, вру, сейчас. Сейчас, сейчас, так, Ксения Собчак. Да, с 15 по 21 сентября там, наверное, вот как раз были выборы. И видите, Ксения Собчак его обогнала, скажем так. Так, здесь мы тоже видим по субрегионам, вот, и похожие запросы. Провал Дудя, кстати, сверхпопулярность, да, вот, кстати, вот, если вы ведете какой-то блог, рассказываете про блогеров, да, делаете какой-то обзор, то вот Провал Дудя, сверхпопулярный запрос, по которому можно легко записывать видеоролики. Так, дальше, вот тоже, осторожно, Собчак, сверхпопулярность, венчание, Собчак, сверхпопулярность. То есть, если у вас по вашей тематике есть о чем рассказать на эти темы, то вы можете легко это использовать. Так, давайте идем дальше. Что здесь есть еще? Есть популярные запросы, и здесь мы видим, что поисковые тренды за сутки. Здесь имеется в виду, что вот за последние 23 часа, да, Прокорь, Билли Айлиш, Новая Земля, Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию, РИА Новости один день назад, да, вот. Далее опускаемся ниже, ну, видим, я сейчас, сегодня просто 25 декабря, когда я записываю этот ролик, и вот 23 декабря мы видим, что Рождество, здесь у нас 4 часа назад, Нюшу мы видим, да, то же самое, вот. Ну, то есть, посмотрите, кому нужно, по тренды за последние сутки. Если вам есть о чем рассказать в данных тематиках, то вы сможете легко вывести ролик в тренды. И поисковые тренды сейчас, здесь та же, также есть вкладка, ну, тоже видим, Динамо, Москва, тут в основном футбол, если, например, вы делаете какие-то обзоры по футболу, то вам тоже может подойти солнечное затмение, новолуние и так далее, да. Далее идем. Есть здесь вкладка «Год в поиске», тоже такая интересная вкладка. То есть, здесь мы можем посмотреть, что было в поиске в 2019 году, то есть, темы, ставшие популярными. И мы видим, какие были события, это Евровидение, например, это 30-летие падения Берлинской стены, футбольный матч и так далее, про каких людей больше всего говорили, ну, видите, да, кто такой по запросам. Вот, если у вас, например, тематика, что-то связанное с модой, с, не знаю, там, созданием одежды и так далее, может быть, стилисты, то для вас вот здесь прям трендовые запросы, юбка-плиссе, кюлоты, там, то есть, про все это можно легко снимать ролики и быть в топовых позициях. Сериалы, книги, свадьбы, ЗОЖ, да, всегда здоровье у нас, очень трендовая тема. Вот, видите, медитации сейчас прям, можно, если вы ведете канал по медитациям, вот, смотрите, я вам прям подсказываю, сушиться, отжиматься, ну, это как всегда, все, что касается похудения, стройности и так далее, да, то есть, вот отсюда можете брать идеи. Ну что, если этот ролик был вам полезен, обязательно пишите в комментариях, знали ли вы об этом раньше, вот, и обязательно подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, забирайте, кому нужно, прям сейчас уже свой собственный пошаговый план продвижения бизнеса через YouTube, вы видите ссылку на экране и в описании, смотрите другие ролики полезные на моем канале, ну, а с вами, как всегда, была Юлия Измайлова, увидимся, пока!